Чистейший лед с озеров Барышева и конструкции самые высокие в России. На набережной Аби начали возводить традиционный ледовый городок. В этом году все дворцы, горки и скульптуры будут выполнены в морской тематике. Уже известны названия аттракционов – скат, посейдон, дворец русалки. На что еще пойдут ледяные кубы и кубики, выяснили наши корреспонденты. Бензопила сегодня главное орудие строителей. Огромные ледяные блоки привезли из озера, которое находится рядом с селом Барышева. Сейчас из них вырезают кирпичи для сооружения лабиринтов, сказочных дворцов и даже мини-кафе под открытым небом. В этот раз главная тема городка – море и все, что с ним связано. Так как есть горки, достаточно экстремальные горки, поэтому у нас будут и маяки, дворец русалки, центральный комплекс. Также мы делаем колоннаду из города Гагры. Это деревянная палубка для самой большой в стране горки под названием «Маяк». Сначала внутрь уложатся ледяные плиты, а потом будут намораживать склон водой. Огромные конструкции на набережной возводили и в прежние годы. Но в этот раз новосибирцев ждет настоящий экстрим – прокатиться с высоты 12 метров. Это как съехать с крыши четырехэтажного дома. Уже в ближайшие дни на площадке появятся скульпторы. И кроме бензопилы в ход пойдут топоры, ножовки, даже напильники и веники. Вот так городок выглядел в прошлом году. В этом проектировщики обещают еще больше сказочных персонажей. Мистика, мультфильмы, герои эпосов, точек для селфи хватит всем. Специальных красителей в лед не добавляют. Весь эффект создадут светом. Подсветка, конечно, будет. Обязательно. Все скульптуры будут подсвечены. И, конечно, будут все архитектурные вещи подсвечиваться. Погодные условия ледовых зодчих радуют. Хрупкий материал не крошится и не течет. Да и сильного снега нет. Работать ничего не мешает. Ледовый городок откроют 30 декабря. Сергей Толмачев, Алмаз Ахметов, Алексей Баженов. Новости ОТС.